Мчатся на сцене стремительно столетия и вехи истории. Еще один праздник 440 лет со дня основания отметила накануне первая столица округа Тельвиска. По поводу торжества в социально-культурном центре «Престиж» организовали праздничный вечер, на котором побывал и наш корреспондент Александр Усачев. И пусть летит волна во все концы, пусть знают соплеменники славяне, а сныне, кто родился здесь, все будут называться Тельвисчане. В уютном зале Дома культуры буквально яблоку негде упасть. Многочисленные гости становились в очередь, чтобы поздравить жителей села с юбилеем. Интереснейшие путешествия во времени подготовили участники художественной самодеятельности. С помощью кубиков-трансформеров в течение одной минуты переносили они зрителей из века в век. В 1859 году в Тельвиске была построена православная деревянная церковь погребления. Погреблевская церковь стала не только объединяющим духовным центром для всех национальностей, проживающих на территории, но и центром песочного прихода. Мчатся на сцене стремительно столетия и вехи истории нашей страны. Пионеры дружно дают клятву на верность Родине, телевещане уходят на войну и снова мирная жизнь. А вот уже наши дни. И на сцене председатели телевизорчного сельсовета разных лет. Впечатляет, конечно, теперешний размах строительства объектов соцкультбыта и, конечно же, жилищное строительство. Особенно индивидуальная застройка. Мне в свое время и во сне не могло такого присниться. Глава администрации Владимир Кожевин в кратком отчете перед земляками отметил, что помимо объектов соцкультбыта, жилищного строительства проведена большая работа по благоустройству села. Введены в эксплуатацию газопровод и линия электропередач, заменено уличное освещение. Обустроена и доукомплектована техническими средствами пожарная часть. Произведен капитальный ремонт центральной котельной и теплотрассы. Вводится в эксплуатацию новая газовая котельная. Еще много можно перечислять, что сделано за последние годы, но еще больше планов на дальнейшее развитие. Ожидаем в начале 2015 года строительство нового 24-квартирного дома. Также начато строительство 12-квартирного дома и новой кирпичной школы. Окончено, проектировано и внесено в программу строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. На данный момент идет проектирование новой фермы, современной, для выращивания молодняка, трудно-оргатого скота. За долгий добросовестный труд на благо села были награждены почетными грамотами и ценными подарками многие телевещане. От имени губернатора округа и председателя окружного собрания зачитал поздравления и вручил награды сельчанам советник губернатора Олег Михайлович Поздеев. Горячо приветствовали юбиляров депутата окружного собрания Александр Безумов и глава Заполярного района Алексей Михеев. Есть такая, ну не знаю, поговорка, мудрость, пословица даже, как не знаю. Откуда пошла есть земля русская? А вот я бы, наверное, перефразировал, да, и сказал, откуда пошла есть земля ненецкая и ненецкий округ. Он начинался здесь, в Тельвийске. С праздником. Под финал праздника творческие коллективы из соседних сел пели здравные песни и водили хороводы. А маленькие телевещане прошлись по сцене с табличками с названиями улиц и поделились своими мечтами о будущей жизни села. Я хочу, чтобы у нас был парк аттракционов. Я хочу, чтобы у нас был спортивный комплекс. Я хочу, чтобы у нас был цир и парк. Я хочу, чтобы в Тельвийске очень много цветов и деревьев. Я хочу, чтобы построили мост для города. А я хочу, чтобы в нашем селе построили Литовый дворец. Ну, а я хочу, чтобы у нас построили музыкальную школу. Я хочу, чтобы построили новую школу. Александр Усачев, телеканал «Север», Тельвийск.